Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. И сегодня я хочу показать вам бьюти-боксы, которые я приобрела для себя, ну, в качестве, может быть, подарка под Новый год. Примерно полгода назад я приобретала бьюти-бокс, и это был, насколько я помню, гламбэк. И тогда я решила, что больше не буду этим делом заниматься, потому что я как-то так посчитала, что это, в общем, не очень выгодно, много ненужных, на мой взгляд, продуктов, которые у меня довольно долго лежали, в итоге я, конечно же, их использовала, что-то подарила. Сейчас, когда я увидела интересное довольно предложение от Нью Бьюти Бокс, я, конечно, не удержалась, и мне хотелось попробовать, цены были очень привлекательные, и предложение было очень хорошее за эту цену. Я несколько раз видела не очень хорошие отзывы от покупателей, ну, и почему-то думала, что меня это никогда не коснется, Ну, вот в этот раз, поздравьте меня, я получила по полной программе, я, конечно, и получила коробки, у меня вообще заказаны их три, пока я получила только две, но, конечно, тут произошло все, что только возможно. Краткое такое вступление, оно действительно очень важно, вы должны это знать, что коробочный сервис, к сожалению, видимо, сейчас вымирает именно в части доставки и сборки заказов. Почему я так говорю? Когда я сделала заказ, а было это еще аж 30 октября, мне никакие смс-оповещения не приходили, я звонила, спрашивала, и мне не могли сказать, когда же в итоге будет доставлен этот Нью Бьюти Бокс, и будет ли доставлен один, или сразу два, или сразу три, ну и так далее. И пару дней назад мне позвонила девушка, представилась службой поддержки коробочного сервиса, и сказала, что мой заказ уже лежит в выбранном мной пункте доставки, и уже заканчивается срок, то есть я уже должна была давно его забрать. Конечно, очень сильно удивила, я сказала, как же так? Я же вам звонила, я же говорила, вы мне ничего не ответили. Я сказала, да, да, извините, был сбой, никакие смс не отправлялись, ну и так далее. Я сказала, окей, хорошо, я заберу свои коробки, значит, компания, доставляющая мой заказ, это СДЭК, и адрес вот такой-то, она сказала, да, 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 все верно. Я говорю, хорошо, приезжаю в этот пункт, дальше начинаются приключения. Там не могут найти мои посылки, ни одну, ни вторую, ни третью, таких номеров не существует, и да, я там действительно получаю в этом пункте, но другие заказы, и они говорят, да, мы видим вас, вы постоянный клиент, но нет никаких заказов от нее в бьюти-боксе, ничего к нам не поступило. И я выхожу, тут же перезваниваю в эту же службу поддержки, девушка мне говорит, да, 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 конечно, мы сейчас все сделаем, я ухожу по своим делам, я не могу уже ждать, я мой заказ не нашли, я занимаюсь делами, проходит час-два, и мне никто не перезванивает. Я опять звоню в этот сервис и говорю, ребята, что такое, в чем дело, мою посылку не нашли, трековый номер вы мне не предоставили. Она говорит, да, 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 мы проверили, он там есть, и только что девушка нам ответила в доставке, что там есть. Я говорю, какая девушка ответила, там только мужчины. Они говорят, а где вы были? И тут до меня доходит, что, видимо, мы говорим вообще о разных пунктах выдачи. Начинаю выяснять, СДЭК и такой-то адрес, они говорят, нет, что вы, девушка, это не СДЭК, это АМЛ или как-то там по-другому называется сервис. Мы со СДЭК не работаем. Я просто в шоке, представляете, я потратила огромное количество времени, туда приехала, стояла там с ними, ну, не ругаюсь я, конечно, вы меня знаете, но тем не менее, ребята там искали двое мужчин безуспешно, в общем, я замучилась, ушла уже очень далеко, уехала. И я прошу ее продлить срок хранения, и она говорит, ну, мы все, что мы можем, мы сделаем. И опять спрашиваю, так сколько там в итоге упаковок? Я заказала три коробки, сколько там в этом заказе? И опять она мне говорит, я не знаю, я буду выяснять и отправлю вам информацию на электронную почту. Я говорю, девушка, я сейчас на улице, какая электронная почта? Я занимаюсь с вами делами, по вашей вине я не могу забрать то, ради чего я приехала. Если вы думаете, что это финал, нет. Когда я переделала все свои дела, вернулась, и я забрала таки свою посылку в нужном пункте выдачи. Ну, одно здание и два пункта выдачи. И оба занимаются коробочными сервисами в том числе, то есть легко перепутаться. Коробочки, как вы знаете, небольшие, вот такие, вот у нее бьюти-бокс, но больше, в общем, не бывает. Если это полноразмерная версия, то, ну, может быть, ну, вот такая коробка, но не больше. Носят вот такой-то огромный ящик, других слов у меня нет, квадратный, такой шум внутри, просто там вот так вот прямо все летает. И я вдруг понимаю, боже мой, там все это валяется внутри, просто вот так вот шебуршится, все в разные стороны, такой грохот, как погремушка. И девушка, которая мне выдала эту посылку, говорит, так странно, давайте раскроем и посмотрим. Мы разрезаем, открываем, и, о боже, что мы видим! Смотрите, как это выглядело. Это полностью вытряхнутые все из этих боксов, из этих подарочных коробочек, все предметы, все вмятые бумаги, все в искореженных упаковках, они все перемешанные, перепутанные, где какой бокс, непонятно. Ленточки отдельно валяются, и упаковка даже не была скреплена скотчем, она была просто веревочкой шелковой перевязана. В том, что вот эта вот упаковка, обратите внимание, она же глянцевая, с нее тут же соскакивают все веревочки. И это все надо хорошенько упаковывать, то есть это все нужно приклеивать. Я, конечно, не сильно расстраиваюсь по поводу вещей, так было всегда, я считаю, что это не самое главное в жизни. Но, тем не менее, собирать косметику по огромной коробке, как мусор, тоже, согласитесь, неприятно. Тем более, что это был подарок самой себе. Мне пришлось переложить это все в пакет, потому что вести такую коробку нереально просто, она огромная. И в итоге я поняла вот из всего этого мусора, который я собрала, что там два бокса, два бьюти-бокса. В одном видео расскажу подробно об одной коробке, и в другом о другой. Я хочу сравнить цены и посмотреть, насколько нас обманывают или не обманывают сервисы коробочные. В каждой коробке есть вот такой вот информационный листок, открытка, ну, то есть описание самого продукта и цена внизу. Поэтому сейчас мы будем с вами сравнивать, и в итоге должны будем понять, насколько же выгодно или невыгодно приобретать вот такие вот бьюти-боксы. Эта коробочка от New Beauty Box называется Anti-Age Luxury. Красивая упаковка, да. Немножко странная надпись. Для счастья нужны двое, я и пионы. Ну, мне кажется, мне пионы для счастья не нужны, мне нужен муж и дочка. Что обещала реклама на сайте, когда я заказывала вот эту вот коробочку. Присоединяйтесь и получите еще порцию бьюти. Обещали они еще 5-7 средств в подарок к этой коробке. Поэтому и стоимость ее 1490 рублей. То есть за одну коробочку вы получаете как бы две. Ну, так должно было быть, по крайней мере. Все содержимое вот этой коробки было полностью рассыпано, как вы уже поняли. И все, что я собрала, это ровно то, что на этой карточке. То есть ничего лишнего здесь нет. А это значит, что нет никаких подарочных средств, которые они обещали. По какой причине не положено ничего, я не знаю. Естественно, письмо я написала в сервис и позвонила, так как они совершенно не отреагировали. Естественно, я показала, как выглядит упаковка их, да, как все рассыпано. Было видео и сама, в общем, девушка, которая выдавала мне эту посылку, была в ужасе и сфотографировала. Кстати, вы знаете, что очень смешно, она решила меня обрадовать. Еще не самая страшная девушка меня попыталась поддержать, да, в этой службе доставки. Она сказала, ой, вы знаете, у нас тут на днях мужчина приобретал игрушки для ребенка. И когда он открыл посылку, он обнаружил там вот такой гвоздь и окурок от сигареты. Представляете, какая прелесть? Так что, в общем, спасибо New Beauty Box, что вы не положили мне гвоздь, окурок. Подарков в итоге нет к этому Beauty Box, но хорошо, ладно. Будем ждать их ответа, пока никакого ответа не поступило. Итак, давайте разберем все средства. Первое, что было заявлено в коробке и то, из-за чего я ее приобрела, это крем Lerac. В этой открытке говорится, что это крем с протеинами. Протеины это всегда хорошо для кожи. Всполнение глубоких морщин, ровный рельеф и тон, ощущение абсолютного комфорта, ну и так далее. Для тех, кто уже пробовал вот такой крем, пожалуйста, расскажите мне, если вы уже пробовали. Пользовать утром и вечером самостоятельно или после применения Lerac премиум сыворотки. Но если вы будете на другую сыворотку его наносить, конечно же, ничего страшного не случится. Здесь объем 15 мл. Я знаю, что Lerac не дешевая косметика, но давайте все-таки посмотрим цены. Смотрите-ка, стоимость вот этого крема в открытке преувеличена. На самом деле он стоит 6480 за целых 50 мл. А здесь-то всего лишь 15. А в открытке, как вы видите, указано 7562 рубля. Получается, стоимость за 15 мл в районе всего лишь 2000 рублей. Упаковка, конечно, красивая, но это не стекло, это пластик. Это то, из-за чего я, собственно, и приобретала эту коробку. Слава богу, хотя бы положили его. Уже спасибо. Следующее, что я обнаружила, это крем для ежедневного ухода с плотной густой текстурой. Relastin, лаборатория Милана. Кто пользовался, расскажите мне, что это такое. Производство Италия. Давайте посмотрим, для чего. Он интенсивно питает кожу изнутри, препятствует старению и образованию морщин. Формула насыщена инновационными активными компонентами, которые эффективно борются с признаками старения. Ох, ребята, завтра вы, наверное, меня не узнаете. Вначале рак, потом вот это. Мне будет 15. Наносить утром и вечером. Ага, это я люблю. Когда крему можно наносить и утром, и вечером. В область лица, шеи и декольте легкими массажными движениями до полного впитывания. И, ребята, все бы ничего, но наносить его на область шеи и декольте и лица, ну, прям не придется, это точно. Поскольку здесь всего лишь 5 миллилитров. И это вот такой вот массивый синький пробничек. У меня кожа просто поглощает и поглощает кремы. И вот этот крем, вот эту малышку. И я так думаю, что этот крем, она просто съест-то за один всего лишь раз. Давайте выясним, сколько же он действительно стоит в просторах интернет. Так, вот он тот самый крем. Его стоимость 3850. Не обманули, но это за полную версию. В полной версии, как вы видите, этот крем 50 миллилитров. А у нас всего лишь 5. То есть в 10 раз меньше. Итак, еще один итальянский продукт. Ну, не знаю, написано Милан Москоу, Made in Italy. Джафра губная помада Роял Джоли. Я думаю, вы, наверное, видели. Это не дешевые, в принципе, средства. Нормальная помада, здесь 4 грамма. Упаковка красивая довольно. Но, ребята, цвет меня просто разочаровал. На картинке целых 8 цветов. К сожалению, у меня цвет под названием Винтаж Голд. Аромат у нее такой прям сладкий-сладкий. В принципе, приятный. И посмотрите, какой цвет. То есть, конечно, бежевый я такие редко-редко ношу. Такой сатиновый финиш. Похожая помада у меня есть от Dior. И я с трудом, с трудом ее заканчиваю. А в моем проекте использовать по максимуму. То есть, в итоге, я так понимаю, это следующий герой моего проекта, который я с трудом буду добивать. То есть, такая помада на день. В общем, что попалось, то попалось. Это как речка. Ты закидываешь удочку и не знаешь, что ты в итоге поймаешь на этот крючок. Нанести на губы в один или два слоя. Ну, спасибо. Прямо написали мне так подробно. Я бы, наверное, без этого текста на нос нанесла. Указана цена 790 рублей. Упаковка красивая, но пластиковая. Смотрим цену на эту красоту. Сейчас мы с вами на сайте Jaffra, если я правильно произношу. Помада Royal Jolie. 790 рублей. Да, стоимость правильная. Однако я, к сожалению, так и не нашла свой цвет, который мне выпал. Похоже, ее просто сняли с производства. У меня этот цвет называется Vintage Gold, как вы видите. Здесь есть только золотая бронза из бежевых и абрикосовый джем. Все. Странно-странно. Что же за помадку мне прислали, если ее даже нет на официальном сайте? Так, бархатистая стойкая помада увлажняет, защищает, питает, регенерирует клетки кожи. Боже! Это же какая-то гениальная помада. Она регенерирует клетки кожи. В состав входит маточное молочко. Вот почему она такая дорогая. Которое ухаживает за нежной кожей. Гуд препятствует появлению возрастных изменений. Имеет насыщенный цвет, роскошную текстуру и утонченный аромат. Спасибо, конечно, но цвет, к сожалению, подкачал. Теперь у нас продукт под названием Ritchie. Или Rich, не знаю. Я видела несколько обзоров на эту косметику. Это не дешевая косметика. Тут масочка. Одна очищающая альгинатная маска. Антиакнес. Алоэ вера. То есть, смотрите, вот такие вот маски, которые я делала, показывала вам на своем влоге. Два раза, как мне делают маску, как я ее сама делаю. Альгинатная. То есть, вот здесь должен быть порошок. Так, дата изготовления хотя бы хорошая. 16, 11, 17. Хотя бы на этом спасибо. Я отдам ей дочке и потом тогда вам расскажу, каков был результат. И у меня есть ощущение, что вот этого вот количества достаточно, наверное, будет на два применения. Но не знаю, все маски по-разному разводятся. Она разводится водой. Утверждают, что это стоит 390 рублей. Давайте проверим. Итак, мы сейчас с вами на сайте Рише, российской компании, которая производит вот эти вот альгинатные маски. Так, насколько я понимаю, это восстанавливающая программа. Реставрация она называется. Очищающая альгинатная маска. Антиакне. 390 рублей. Это верно. Производитель называет себя Рише. То есть, не Ричи, как мы привыкли читать. Да, вот это сочетание Си-Эйч читается, как Рише, оказывается. Производитель Россия. Чебоксары. Второй продукт. Это масло праймер для лица. Вот такая вот упаковка. Еще не пробовала вот такие вот средства. Если вы пробовали что-то, скажите. Что меня бы радовало, что это масло именно такое под макияж, которое наносится сейчас, когда у меня закончится одна моя база, которая также в моем проекте. Я думаю, что я буду использовать вот это масло. И как раз хорошо, потому что у меня кожа склонна к сухости. Я люблю использовать масло, смешивая его с тональным средством. Но зарекаться не буду, пока еще не пробовала. Маскирует дефекты и создает идеальную основу под макияж. Ингредиенты продукта только органические масла, растительные компоненты, легкая текстура масла, мгновенно впитывается и так далее. То есть, это натуральная косметика. Та вещь стоит 1990 рублей. То есть, фактически 2000 рублей. Вот такая упаковочка. Ну, для натуральной российской косметики как-то дороговато, вам не кажется? Здесь 30 миллилитров. С удобной вот такой вот пипеткой. Так, капельку я капаю. Я нос туда макнула. Что здесь есть? Строуэрис, сит, орган, пич, ойл, джажаба, жасмин. Или это жасмин так пахнет? Быстро впитывающееся такое должно быть масло. И да, действительно, оно, в общем, не жирное. Масло, пожалуй, наверное, моей коже понравится. Не знаю, как будет для лица, не будет ли оно забивать в итоге поры. Так, теперь давайте посмотрим цену. Масло-праймер для лица. 1990 рублей. Пока цена тоже верная. Это приятно. Следующий продукт это Веледа. Это гранатовое восстанавливающее масло для тела. Уменьшает признаки старения. Стимулирует регенерацию клеток кожи. Повышает эластичность. Разработано специально для зрелой кожи. Granite Affel Regeneration Oil. Вот такая упаковка. Первый раз вижу масло Веледа в миниатюре. В основном это такие большие, довольно плоские бутылки. Аромат у Веледа, ну, вы, наверное, знаете, да, кто пробовал. Очень приятный аромат. Масло такое чувствуется более насыщенное, чем вот предыдущее, да. Отдушка такая больше апельсиновая, нежели гранатовая. Можно вот такие вот упаковочки носить с собой. Такая походная штучка, очень удобная. Стоимость здесь указана за полную упаковку 1210 рублей. Здесь всего лишь 10 миллилитров. Давайте сравним цены. Так, ну, в принципе, стоимость масла Веледа здесь варьируется от 1300. Такая вот разница в цене. Здесь указана очень даже демократичная цена 1210 рублей. Ну, так, а у нас в коробке всего лишь 10 миллилитров. Фактически 121 рубль. Ну, и следующий, это последний продукт в этой карточке. Митто Витто. Как фамилия и имя из солнца? Не знаю. Первый раз такое вижу. Aging Intervention Cell. Вот так он выглядит. Чтобы его вытащить, нужно это развязать. Будем до 9-го, 19-го. Но, естественно, я использую его быстро, потому что это опять массюсенькая упаковочка. Конечно, мы все знаем, что New Beauty Box это не полноразмерное средство. Если это не заявленная позиция, типа вот крем или рак, которая была в этой упаковке, то все остальное это малюсенькие упаковочки. Но, в принципе, я не против, то есть я люблю пробовать что-то новое, но так, чтобы не разориться при этом. Полноразмерный продукт, я не знаю сколько, но, думаю, не менее 30. Упаковка вот такая вот с помпой. 2-3 капли средства на руку распределить мягкими круговыми движениями по коже лица, шеи и декольте. Служит отличной базой под любые косметические продукты. То есть, опять же, это база. Сегодня у меня две базы, друзья. Одна кремовая и одна вот предыдущая от Рише масляная. Обладает мощным восстанавливающим увлажняющим действием, обеспечит выравнивать цвет лица, борется с признаками преждевременного старения. Ох, как приятно. И опять же, друзья, сделано в России. Ох, я не против российских производителей. Вы знаете, как я их люблю, но только те, которые я уже пробовала. Все остальное для меня темный лес. Кто пробовал, напишите мне, пожалуйста, что это такое вообще, что это за бред Митовитам. Заявленная цена 2800 за полный размер. Я не знаю сейчас сколько здесь, к сожалению. Каков объем полноразмерного средства, к сожалению, не указывается. Это большая, конечно, ошибка. Не знаю, каким образом им это удалось, но тут даже не указано объем. То есть, я не понимаю даже сколько здесь. Будем проверять по стоимости эту золотую сыворотку и сделаем какой-то вывод. Это сайт Митовитам. Полный размер, насколько я вижу, вот здесь 30 мл. И стоимость ее за 30 мл 2799. Стоимость здесь указана верно, 2800. Это за 30 мл. Здесь-то ведь всего лишь 5, но может быть максимум 8 мл или 10. Делим стоимость на 3. Стоимость этой коробочки составляет примерно 6000 рублей. А заплатили мы за нее 1490 рублей. Таким образом, данная коробочка действительно оказалась выгодной. За подписку на новости мне прислали два вот таких вот пробника. Ребята, я не могу. Цептер производитель. Но я знаю, что Цептер, в принципе, хорошие кремы делает. Это Hydra Lifting Cream. Вот такое название. Один крем для глаз и один крем для лица. Вы знаете, производитель Германии. Я не пробовала, но мне было бы очень интересно попробовать. Я думаю, что для глаз хватит на несколько применений. Ну, конечно, для лица это маловато. Тем более, что я наношу еще на зону шеи декольте всегда те же самые средства. BB Cream Nude от Airborian. У меня есть от Airborian одно средство. Больше я ничего не пробовала. Я с удовольствием им пользуюсь. Я вам его показывала в аналогах люкса. BB Cream Nude я не пробовала. Но я слышала довольно много хорошего. В принципе, объем здесь такой, что должно хватить на одно, может быть, даже два применения. Не знаю, как он наносится. Кто пробовал Airborian BB Cream, напишите мне, какой он. Стоит ли его, в принципе, наносить в этот период сейчас, да, вот в такую погоду холодную. Натуральный бежевый. Здесь тоже полтора миллилитра. И следующий, опять же, малюсенький, вообще, по-моему, даже один миллилитр, да, Made in Korea, The Skin House. Ну, наверное, вы знаете эту компанию. Reckless Nail System Cream. То есть, это крем с самым ценным улиткой, о котором я делала целый ролик. Сейчас вы можете его тоже посмотреть. Оставлю вам ссылочку. Вот такой крем. Хотела как раз попробовать. Так что вот такому даже маленькому пробничку, в принципе, я рада. Вот эти два пробника мне подарили за подписку, и как бы это указано было, что если вы подпишетесь на новости, вам придет два пробника. Что такое вот это? Это вот тот самый подарок в 5-7 продуктов, которые мне обещали за приобретение вот этого самого бокса. Ребята, я, конечно, в шоке. Я не бедный человек, я всю жизнь работаю с 16 лет. Но, ну, когда ты сама зарабатываешь деньги, честно говоря, хочется, чтобы вот на эти деньги тебя не обманывали. Просто, ну, мне кажется, это обман. То есть, заявлено одно, а в итоге вообще этого нет. То есть, в итоге вот это вот подарок. Ну, что, давайте, в общем, сделаем, наверное, выводы. Ну, на мой взгляд, конечно же, всю коробочку может окупить при условии, что это действительно реальная цена, и нельзя найти что-то более дешевое. Вот этот крем Лерак, в принципе, может окупить, потому что все остальное, ну, я как-то сомневаюсь, что это будет каким-то must-have или что-то такое, без чего я не смогу никогда обойтись. Особенно как-то помада меня так разочаровала немножко. Но крем этот я с удовольствием попробую. По поводу моей переписки со службы поддержки New Beauty Box, коробочного сервиса, я обязательно буду держать вас в курсе. Мне очень интересно, что же в итоге они мне ответят. Я написала им, что, похоже, у вас воруют на складе. То же самое озвучила. И ужасная упаковка. Ну, в общем, вы все видели. Теперь буду вас держать в курсе по поводу их ответа. Думаю, что для вас это также может оказаться полезным. Теперь вы знаете, чего, к сожалению, можно ожидать от этих коробочных сервисов. Итак, пока я делаю вывод, что сервисы эти работают плохо, честно говоря, прям вот из рук вон плохо. Но побаловать себя иногда вот такими вот продуктами, которые вы не хотите покупать в полном размере, вот за такие вот бешеные цены, в принципе, можно. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Надеюсь, я была для вас полезной в этом видео по сравнению цен и по информации, которую я вам оставила о качестве работы данных сервисов. Ждите второе видео. В нем будет коробка Big Size, то есть полноразмерная версия. И я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok